А вот международный музыкальный фестиваль «Славянский базар» уже на подходе. Но вот казахстанские представители состязания просто в растерянности. Ни в одном городе страны они не могут найти достойного певца. Вся надежда на последний кастинг в Алматы. Кто поедет представлять Казахстан – проблема номер один. Конкурсантов искали по всей стране, однако подходящей кандидатуры до сих пор нет. А на носу юбилейный 25-й «Славянский базар». Сегодня участники кастинга голосили во всю мощь. Песни выбирали самые сложные, чтобы уже наверняка. Однако строгие оценки жюри заметно подкосили народных певцов. В целом все было хорошо, но были замечания. Конкуренция на высшем уровне. Жюри пока конкретно мне не сказали плохо или хорошо. В принципе, я жгури вообще не готовилась. Пару дней назад узнала и пришла. Критика от жюри была вполне ожидаемой. Ведь проехать всю страну и не найти ни одного достойного уметь надо. Но на что Казахстану стоит рассчитывать в этом году? Знаете, я не могу сказать о том, что плохо. Ни в коем случае. Очень много у нас талантливых людей. В принципе, есть у нас сейчас какие-то мысли того, что чего готовить. Должно быть индивидуально. Не говорить о том, что, еще раз говорю, что оно должно быть похоже на Димаша. Да и переплюнуть его успех сможет только поистине сильный певец. Гран-при Димаша Кудайбергена заставил аплодировать метров эстрады. Молодой певец, можно сказать, открыл дверь и Казахстану на международную сцену. Главное, чтобы следующий участник нам ее не закрыл. Нам за пять месяцев необходимо подготовить хороший качественный материал. Материал в виде замечательного певца, певицы. Нам хочется в этом году ничем не хуже выступить. И, естественно, подготовить такого, честно говоря, бойца. По настроению жюри было видно, что явного фаворита не нашлось и сегодня. Видимо, придется выбирать из того, что есть или пить настоящего профессионала. Будет ли в этом году плюс один к общим победам, узнаем уже летом. Яна Пучкова, Даурен Мергалиев, Новости Ревью.